Более 40 благотворительных мероприятий, две акции и свыше 2000 ребят, получивших помощь в виде одежды, игрушек, техники и канцелярских товаров. В благотворительном фонде «Улыбка» провели пресс-конференцию, на которой журналистам рассказали о том, на что были потрачены деньги, поступившие от неравнодушных североказахстанцев. Ольга Загоруйко подробнее. Семь детских историй болезни, которые закончились улучшением состояния здоровья или выздоровления. Вот главный итог работы за год благотворительного фонда «Улыбка». Кириллу Сухомлинову в мае провели уже вторую операцию на сердце. Заболевание сложное. С лечением не справились хирурги даже в Тюмени. Семье срочно пришлось оплачивать перелет врача из Санкт-Петербурга. На лечение Кирилла благотворительный фонд выделил 450 тысяч тенге. Этого было достаточно для того, чтобы вернуть беззаботное детство шестилетнему мальчику. Он все себя хорошо чувствует, бегает, уже после операции освоился, все легче ему стало намного. И отдышки не стало у него такой, что видно, конечно, результат. Спасибо большое всем, кто помог, всем, кто откликнулся на нашу беду. Врачам тоже спасибо. А вот история сына Екатерина Андреева еще не получила положительного завершения. Они семь раз были в Бишкеке, лечились от ДЦП. Затем благотворительный фонд спонсировал поездку в Китай, где мальчику оказали действенное лечение. Главный результат. В четыре года Матвей смог произнести слово «мама». Однако на завершение лечения у семьи нет денег. Екатерина Андреева, рассказывая об этом, едва сдерживает слезы. Хочется, чтобы ребенок стал наконец-то полноценным для общества. Смог сидеть, ходить, разговаривать, потому что самое важное в нашей жизни, чтобы ребенок шел дальше. По словам тех, кто столкнулся с тяжелыми болезнями близких, диагноз – это не приговор. Нужно просто вовремя начать лечение. В материальной поддержке нуждаются и семьи с низким доходом. Посильный вклад каждого – деньги или вещи для малообеспеченных граждан. Такие коробки с одеждой стоят в трех точках города. Их ежемесячно передают нуждающимся детям. Также необходимы волонтеры. За год существования в фонде «Улыбка» помогли тысячам детей. Обращения разные. Кто-то за помощью собрать школу, кто-то за помощью продуктами, кто-то за помощью, что необходимо лечение, операция. Плюс к этому, получается, мы проводим различные праздники, акции благотворительные. Выезжаем в дом ребенка, выезжаем в центр репетации. Сейчас в финансовой помощи нуждаются четыре малыша. Их родители собирают документы, подтверждающие диагнозы заболеваний. Это нужно для того, чтобы выявить мошенников, пытающихся воспользоваться добротой благотворителей. В прошлом году было зафиксировано два таких случая. Благодаря всесторонней проверке спонсоры могут рассчитывать на то, что их деньги действительно пойдут на добрые дела. Неравнодушные североказахстанцы могут обратиться по телефону 39 00 45 или по адресу улица Интернациональная 55. Ольга Загоруйко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.